Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях генеральный директор, главный редактор акционерного общества газеты «Советская Чуваша» Владимир Васильев. Владимир Львович, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить не о газете, а о том, что делает газета. До 9 сентября в 79-й раз пройдет эстафета на призы газеты «Советская Чуваша». Что такое для вашего издания это спортивное мероприятие? Действительно, в 79-й раз. Впервые прошли соревнования в 34-м году, задолго до войны. И не в таком большом количестве, как сейчас это все проходило. Но дело в том, что в следующем году, 80-й юбилей, но у нас будет дело в том, что за это время эстафета превратилась в массовое, спортивное, крупное мероприятие уже республиканского значения, а может быть даже и межрегионального. Потому что команды иногда, вот в прошлом году приезжали из Москвы, из других городов, они участвовали и в очень хорошем, хорошими впечатлениями покинули нашу республику. Что такое для газеты непосредственно? Если в начале, наверное, это было больше как привлечение к самой газете. Ведь нужно сказать, что у наших коллег региональных печатных изданий подобные мероприятия, эстафеты, в большей части, они тоже были в 30-х годах проводились, но не везде они сохранились. И действительно, это уже 80-е, в следующем году 80-е стоит, это уже легенда. Но мы становимся свидетелями того, что эта эстафета является трамплином для настоящих спортсменов, профессионалов, которым потом становится большое количество людей, от руководителей до министров, детей, большое количество людей вообще прошли через эстафету. И они, естественно, ее связывают с газетой «Советская Чувашия». И то, что у нас такая популярность и наши газеты, которые в этом году празднуют 100-летие, еще один большой, огромный юбилей в целом, это тоже является такой неотъемлемой частью. Я читала такое мнение, что сначала заставляли, а потом уже как-то вот втянулись и даже хочется. По поводу заставляли, ну, может быть, молодых где-то, да, которые чуть-чуть ленятся. Вы знаете, я вот сказал про трамплин, ведь очень... какие страсти кипят вообще на эстафете. То есть команды здесь, вот есть такое понятие, не на коровы играть, здесь намного больше что-то, да. Мы, естественно, формируем, стараемся... Честь какая-то, престиж, да. Мы, естественно, стараемся, потому что первоначально и звучит, вот правильно вы сказали, на призы «Советская Чувашия». Но вот этот фестиваль спорта, у него еще второе название, спорта прессы, потому что здесь очень большое количество журналистов привлекает. Вы правильно сказали, мы встречаемся, потом скрещиваем шпаги условно, да, кто лучше. Я так понимаю, что национальные телевидения снова хотят выиграть в этот раз. Я вам скажу, что мы тоже готовимся, и другие коллеги. Это спорт, это очень серьезный спорт, потому что команда, здесь ведь люди учатся в спорте и проигрывать. Поэтому мы являемся такими свидетелями зарождения новых звезд, новых команд. Понятие правильное, вообще понятие... Кстати, одна из тем в этом году, особенно мы вот обсуждали на оргкомитете, это все-таки честное соревнование, вплоть до того, что на стартах мы хотим поставить камеры. Я думаю, что у нас получится, чтобы фиксировать, кто, чего, как. Фальстарты. Там не только фальстарты, чтобы не было и подстав, потому что есть определенное положение, и оно должно соблюдаться. Кстати, по поводу положения, да, сколько заявок в этом году и каков регламент? Это все определяется у нас сегодня, а известно будет только в пятницу, да, уже вот полная. Поэтому не могу сейчас сказать, но заявки будут приниматься, конечно, и прямо на стадионе. Там тоже команды приезжают непосредственно. Ну, плюс-минус. Я просто хочу сказать, что от трех тысяч, да, и всегда идет с увеличением. То есть популярность, она в цифрах тоже проявляется. И в болельчиках, если мы говорим, что участников от трех тысяч, то мы сейчас говорим о том, что, предположительно, где-то до четырех тысяч будет. Плюс болельщик, конечно. Ну, вот по поводу дистанции, насколько я знаю, нужно пробежать круг, а круг на стадионе 400 метров. Это достаточно сложное для, не то что для обычного человека, но и для спортсмена дистанция. Это технически сложное, там нужно рассчитать свои силы. Как вот будут бегать любители здорового образа жизни на эстафете? Ну, это на самом деле 400, это много и немного. Для кого-то и 100 метров прямо уже напряг будет. Я хочу сказать, что мы же разделили, особенно вот основные команды у нас будут, два парня, две девушки. Здесь сложности, вот как раз это такая средняя дистанция, которая, в принципе, выполнима многими. Другое дело, вот на скорости, как это нужно делать. Вот, поэтому я не думаю, что здесь трудности будут. Ну, и в этом году эстафета опять меняет место. Вы ждете всех спортсменов на стадионе «Энергия». На стадионе «Энергия» мы уже проводили там два, по-моему, три года даже назад проводили эстафету. Ну, связано это прежде всего с тем, что основной в последнее время стадион, основное место, это был стадион Олимпийский. Он сейчас усиленно готовится к чемпионату мира по футболу. И, естественно, не имеет смысла там мешать этим преобразованиям. В прошлом году у нас было на певческом поле, мы тоже все отлично провели. Но на певческом тоже ремонт. На певческом тоже ремонт, кстати, да. Пока вот опять мы вернулись к тому, где были три года назад. Ну, все-таки и спортивные дорожки, и раздевалки, все это тоже способствует. Какой забег самый важный, по вашему мнению? Я бы не стал так. Все забеги... Естественно, мы, как журналисты, по-особенному относимся почему-то под номером 13, да, у нас идет категория. Это команда СМИ. Как-то мы очень много пишем о спорте, да, но вроде как... Ну, я периодически слышу, что журналисты, они вроде как не спортивная категория граждан. Так вот, совершенно другое мы наблюдаем. У нас тоже в редакции идут подготовки, люди где-то тренируются, скрывают от меня, где правда. Мы хотим тоже победить, но я знаю, у вас команда, еще раз говорю, и на других, и в районных газетах усиленно. Владимир Львович, такой вопрос, возможно, не очень такой приятный, да, но каждый год, вот, есть какая-то фишка, да, вот в эстафете. Ну, в этом году вы придумали такой, скажем так, кубок, приз, кубок имени Александра Егорова, знатока, история эстафеты. Да, неприятно, прежде всего, потому что лучше бы вот не было этого, естественно, кубка, потому что Саша, наш Саша, как мы его в редакции называем, он у нас в феврале ушел из жизни. Это большая трагедия была для редакции и вообще для журналистского сообщества. И как-то неожиданно пришло, чтобы увековечить его память. А нужно отметить, что он не только спортивный журналист был, просто он действительно очень был позитивный, очень радостным человеком и делал подобные же материалы. Даже где ему на критические материалы отправляли, он все время старался находить, ну, скажем так, ложку меда в бочке дегтя, да, если вот перефразировать. Мы решили имя его увековечить, именно присоединить его к такому бренду, как эстафета. И смысл этого кубка, он достанется человеку, который будет по своему отношению вообще, журналисту, естественно, не обязательно победителю, не из команды победителя, а вообще вот мы выберем именно журналиста, который так же весело и ничего не боясь шел на амбразуру под названием «Редакционное задание» и его выполнял. В данном случае здесь будет пробежка, вот. Потому что я знаю, что журналисту очень нелегко заманить на беговую дорожку. Да, мы обычно по ту сторону мероприятия наблюдаем, смотрим. Особо стать участниками, поэтому мы будем исправлять эту ситуацию. Дело в том, что сама грамота, ой, диплом победителя и кубки с медалями, они очень ценятся. И вот когда я выезжаю в какие-то образовательные учреждения, в районы, в ведомства даже, да, по министерствам, смотрю, они вот этот диплом и кубок выставляют вперед. Это очень приятно. Поэтому вот мы спорим. Ну, не за призы будем бороться, а за идею и за престиж какой-то, да, за честь своего издания. Владимир Львович, еще раз давайте напомним, когда и где ждут спортсменов, ждут любителей бега и болельщиков? 9 сентября, в субботу, к 10 часам. Старты. Старты, да. Стадион, ну, лучше подходить пораньше. Стадион «Энергия» в центре города Чебоксары. Ну что ж, спасибо большое, Владимир Львович, за то, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. А всех любителей бега, всех спортсменов мы ждем 9 сентября в 10 часов на стадионе «Энергия». Встретимся там. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин